МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покажем, в каком состоянии сел за руль водитель «Лады», протаранивший припаркованный автомобиль. Я не хотел этого. Никто этого не хотел. И расскажем о последствиях аварии с участием нетрезвого священнослужителя. Он в той стороне, по прямой, просто до такой степени разогнался, что машина развернула на 90 градусов. Это и не только. Прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Советский районный суд Казани избрал меру пресечения Казанцу, подозреваемому в поджоге опорного пункта отдела полиции в Дербышках. 33-летний Андрей Усачев полностью признал вину и рассказал, зачем пошел на такой шаг. Его версию выслушал Айрат Назипов. По версии следствия, Андрей Усачев забежал в этот опорный пункт отдела полиции, после чего поджог его с помощью горючей жидкости. Участковый не смог ему помешать. Вся электротехника и имущество, находящиеся внутри помещения, была уничтожена огнем. В МВД, причиненный материальным вщерб, оценили 730 тысяч рублей. Поджигатель тут же скрылся. Его личность установили сразу, однако задержали несколько часов спустя. Мужчина проживает по соседству, однако дома его не было. Он, в будущем состоянии алкогольного опьянения, прятался у родственницы. По факту поджога опорного пункта полиции, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Выяснилось, что 8 лет назад Андрей Усачев был осужден за грабеж и разбой. Вышел в 2019-м, но находился под административным надзором. Два дня назад он зашел в опорный пункт отдела полиции, чтобы получить бытовую характеристику, но не нашел общий язык с участковым. Именно это, по его версии, стало отправной точкой конфликта. Молодой человек обещал интересоваться, когда пришел, поскучал, ну, на виду не понравилось, потому что громко пришел, он еще сказал, что интересовался интересоваться. То есть вы теперь на правду подошли, да? По предварительным данным, в тот день он гулял с собакой, но после конфликта ушел и вернулся спустя время уже с канистры бензина. После задержания Андрей Усачев полностью признал свою вину. Заявленное мной в кадатристоф, поддерживать полное мобильное, прошу удовлетворить и поместить Усачева Андрея Сергеевича под стражу сроком на два месяца. Сам подозреваемый, как и его адвокат, не возражали против ареста. С учетом этого суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил мужчину в СИЗО. Айрат Назипов, Наиль Абдулина, Вызов 112. Также советский районный суд Казани избрал меру пресечения в отношении двоих полицейских из Альметьевска. Их подозревают в служебном подлоге, повышении должностных полномочий, незаконном хранении, сбытии и склонению к употреблению наркотиков. Следствие полагает, что сотрудники ППС 12 февраля этого года задержали мужчину, у которого обнаружили наркотики. Затем они предложили задержанному их изготавливать и дали ему необходимые ингредиенты. Все, чтобы улучшить статистику. Сам же заявитель в показаниях отмечал, что полицейские заставляли его принимать запрещенные вещества, чтобы завести на него уголовное дело и предложили ему подбрасывать наркотики своим знакомым. Защита подозреваемых усомнилась в правдивости заявителя. К такой же версии придерживаются задержанные. Ваша честь, еще человек на учете в диспансере стоит. Такого планка нет, полуточной системы нет. Следствие попросило суд отправить подозреваемых под стражу, тогда как защита настаивала на более мягкой мере пресечения. В итоге оба задержанных отправились в СИЗО как минимум до 18 мая этого года. Вальметьевский суд вынес приговор 42-летнему настоятелю Свято-Троицкого храма в Заинске. Мужчину обвиняли в нескольких эпизодах совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. С заявлением в полицию два года назад обратилась 19-летняя девушка, его бывшая ученица в воскресной школе. По ее словам, все происходило в 2012 и 2013 годах. Свою вину обвиняемый категорически отрицал. Несмотря на это, суд счел его вину доказанной и приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Защита планирует обжаловать приговор. Пьяного водителя Лады задержали после погони в Казани. Пытаясь скрыться от полицейских, мужчина не справился с управлением, снес забор и протаранил припаркованный автомобиль. Владелец Лады, также нетрезвый, был пассажиром. Куда они так спешили, расскажет новиса Минязова. Такие люди в первой веке, будем ему сдавать закон, который все жизни не будет водить машину и 3-3 лет сидеть в тюрьме. Минувшей ночью владельцу Лады не повезло. Он припарковал свою машину недалеко от перекрестка улиц Чкалова и Батышина и ушел домой. Ночью проснулся от сработавшей сигнализации, вышел на улицу и ужаснулся. Его автомобиль разбит, рядом Лада 13 модели и много полицейских. И только позже, узнав, что произошло, стал понимать, что не останови его машина, эту Ладу, все могло бы быть печальнее. В этот вечер, изрядно выбив хозяина этой легковушки, садиться за руль не стал. Попросил своего друга прокатить его по городу, правда не учел, что тот тоже выпил и немало. Автоинспекторы заметили легковушку, когда водитель нарушил правила. Хотели остановить, но водитель только увеличил скорость. Полицейские опустились в погоню. Маячки сирены видели все эти, полицейские. И тем не менее, решили все-таки ехать. Рисковые ребята смотрели. Я бы всегда был по-другому. Пытаясь скрыться от полицейских, водитель не справился с управлением. Машина стала вилять по дороге, снесла забор. Затем ее отбросил на припаркованный автомобиль. Владелец Лады 13 модели, будучи пассажиром, получил травму. У него был разбит нос. К медикам обращаться не стал, а водитель отделался испугом. 0-713, состояние локового населения установлено. И тут стало понятно, что сел за руль он не только пьяным, но и без прав. Их никогда не получал. Теперь ему грозит арест до 15 суток. А владельцу машины штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения. Вероятно, оплачивать ремонт разбитый Лады будет тоже он. На вся меня зовут Елена Саляхова, Наиль Абдулин. Вызов 112. А на улице Попова сильно нетрезвый священнослужитель за рулем Керрио протаранил сразу несколько припаркованных автомобилей. Один из них, по оценкам владельцев, восстановлению не подлежит. Как все произошло, расскажет Рамиль Шайдулин. У нас тут начинал несчастный случай. Эта машина повредила три наших машин. Хозяйку Лады Приоров в два часа ночи разбудил звонок в домофон. Это были автоинспекторы. Они сообщили, что ее автомобиль протаранил водитель Киа Рио. Ладу они с мужем купили три недели назад. Работать теперь не на чем. Он вон с той стороны, по прямой, просто до такой степени разогнался. То, что машина развернула на 90 градусов. И моя машина, то есть она развернувшись, уперлась в тот сугроб. После столкновения Лада отбросила на Митсубиси Ланцер. А Киа задела рядом стоящие Ладу девятой модели. Итог мог быть печальнее, если бы иномарка вылетела на людей, которые стояли рядом. Им повезло, успели вовремя отскочить. На всем ходу, прям со свистом, ну не меньше 100 километров в час, вот оттуда несется просто машина, просто она несется на нас. И мы успели вообще отскочить, говорит, отпрыгнуть. И просто его просто вот понесло на Приору. Потом он зацепляет другую машину, нашу. И вот они как-то вот так вот по бокам и пошли. Прибывшие на место автоинспекторы тут же заподозрили, что мужчина пьян. О свидетельствовании это подтвердило. Большим удивлением стало то, что за рулем Киа Рио сидел священник. Мужчина, уверяет очевидцы, стал извиняться перед владельцами машин. Обещал возместить весь ущерб. Я говорю, вы пьяный что ли? Нет, говорит, не пьяный. И то есть потом, когда уже ГАИ, кстати, быстро приехали, видимо, кто-то очевидца вызвали. И когда свидетельство просили, она вышла, и нам сказал, он говорит, пьяный. Хозяйка Лады Приора повреждение оценивает почти в 450 тысяч рублей. Говорит, машина восстановлению не подлежит. Весь зад ушедший. Балка ушла, колеса заклинены, задние двери заклинены. Крыша тоже повреждением пошла. То есть у нее один бок вообще приподнялся. Женщина боится, что взыскать ущерб будет трудно. Говорит, мужчина ее избегает, а страховая компания в выплате может отказать. Водитель был пьян. Рассказать свое видение ситуации владелец Киа отказался. Алло, отец Дмитрий, здравствуйте. Программа вызов 112 НВ вас беспокоит. Можете говорить? Сейчас нет, машину разгружают, извините. Какую машину разгружаете? За езду в нетрезвом виде водителя Киа, вероятно, лишат прав. Помимо этого, законом предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей. В произошедшем будет разбираться дисциплинарная комиссия Метрополии. Пока его отстранили от служения. Рамиль Шайдулин, Елена Саляхова, Наэль Абдулин. Вызов 112. Женщины с годовалой дочкой застряли в лифте надземного перехода на перекрестке улиц Чистопольской и Амирхана. Извлекать их пришлось спасателям. Они просидели в подъемнике больше часа. Механик обслуживающей организации приехал, но что делать не знал. Спасатели при помощи их трехколенной лестницы извлекли из лифта его узников. Спустя 40 минут после вызова спасательные работы были завершены. Медицинская помощь никому не потребовалась. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...